Здоровье В зияющих ранах и парализации воли, убийствах за дозу в глухой тишине в ответ на вопли пораженного зависимостью человека. Наркомания – самый простой и доступный способ живьем попасть на тот свет. К сожалению, большинство страдающих наркоманий никогда не обращаются за помощью. Вместо этого они остаются изолированными, погружаясь глубже и глубже в порочный круг наркозависимости. Почему и как люди становятся наркоманами? Такие наркотики употребляют. Об этом поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии эксперты из Самарского областного наркологического диспансера. Алексей Фролов – врач-нарколог. Марат Гатятуллин – врач-психолог. И руководитель Самарского регионального отделения благотворительного фонда «Ника» Артем Ананев. Здравствуйте. По данным ФСКН России, на январе этого года рынок наркопотребителей России составляет 7,3 миллиона человек. И это на целый миллион меньше, чем два года назад. Цифры, которые приводят ведомства, такие обнадеживающие. И ого-го, как снижается уровень наркомании. Что можно сказать по Самарской области? По Самарской области тенденция та же самая, что и по всей стране. У нас немного снижается уровень наркомании. Традиционно высокий, такой как героиновая наркомания. Уровень алкоголизма у нас примерно на том же уровне, даже чуть ниже по сравнению с прошлым годом, можно сказать. Но это не особо внушает, так скажем, позитивные эмоции, поскольку у нас значительно вырос уровень количества людей, которые употребляют эти новые синтетические наркотики. Я говорю вот о спайсах всем известных, солях, миксах, ну там масса всяких вот жаргонных выражений, названий. Количество этих людей у нас увеличилось, к сожалению, за 2016 год их стало у нас больше. То есть получается, что нет поводов для успокоения? Нет, к сожалению, пока поводов для успокоения нет. Наоборот, есть повод для определенного опасения, поскольку все-таки вот здесь речь идет о людях молодых, о тех вот потребителях вот этих синтетических наркотиков преимущественно. Это все-таки молодые люди, это студенты, как правило, даже и школьники есть, к сожалению, вот в их числе. Поэтому, конечно, вот пока повода для радости не возникает, и эти люди, они зачастую не попадают в поле зрения нарколога. То есть мы о них и не знаем точно, какое количество. Это только сейчас анализируется. Поэтому я думаю, что у нас еще вот впереди ожидают определенное открытие. Артем, вы занимаетесь, знаю, что вам не понравится сейчас это слово реабилитации наркозависимых. Ну, можете назвать это как-то по-другому, как вы видите. Но все-таки я бы хотела спросить, а вот ваш опыт, кто это все-таки? Встречаются ли люди преклонных лет, либо это вот действительно только молодежь? Да, встречаются люди преклонных лет, людям, попавших в жизни на трудную ситуацию. Самый большой, самый великовозрастный человек, который попадал к вам? 70 лет. Мужчина 70 лет. Это то есть у людей нету документов. Помогаем восстанавливать документы. А в основном весь возраст у нас идет, ребята, от 20 лет и выше. То есть... То есть все-таки молодежь, как мне печально, как я не пыталась услышать что-то другое. Ну, все-таки тут, конечно, есть взрослые люди, которые попадают вот в эту зависимость. Это, в общем-то, ну, не такая уж большая редкость. Я-то говорю о большинстве, об абсолютном большинстве. А есть тут, как, знаете, как и любви, все возрасты покорны. Тут каждый человек может попасть в эту зависимость. И в любом возрасте очень масса различных ситуаций. Поэтому... Ну, надо понимать, о чем мы говорим. Это, если человек в каком-то серьезном возрасте, это означает, что он недавно пришел в эту зависимость. Это, наверное, не означает, что он с молодого возраста прожил всю жизнь и был наркоманом. Нет, конечно, нет. Столько не живут, к сожалению, вот зависимые наркоманы. Поэтому это, да, это вот, как правило, уже в таком зрелом возрасте человек в силу каких-то обстоятельств приходит. Тогда так. Вот, может быть, кто-то из наших зрителей удивится, что мы вообще заговорили о наркомании, поскольку все мы так или иначе информированы. Чуть ли не из детского сада уже дети знают о том, что это страшно, это плохо, это опасно и так далее. Но, тем не менее, ведь, наверное, понятие наркомании, наркозависимости значительно шире того, что мы привыкли себе представлять. Боюсь, что большинство обывателей не до конца знают всю опасность и трагичность вообще наркомании. Дело в том, что они получают либо неполную, либо искаженную, чаще всего, информацию, либо просто не слышат то, что у них пытаются донести те, кто, ну, пробуют им это объяснить. Поэтому боюсь, что весь ужас ситуации люди просто не представляют. Для чего мы, опять-таки, рассказываем, да? То есть, вот... Наверное, мы пытаемся донести до людей более полный объем информации для того, чтобы они были информированы, не занимались соуспокоением, самоуспокоением. И в случае возникновения подобной проблемы, не пытались лечить это различными доморощенными средствами, обращаться в непонятные организации, к различным бабушкам, колдунам, ведьмам и так далее и тому подобное. А все-таки обращаются в официальные организации, которые занимаются именно лечением и реабилитацией, которые как раз лечат их, стараются их вытащить из этого болота, в которое они добровольно погрузились, и вернуть их к относительной хотя бы социально активной жизни, и сделать их вновь полезными гражданами Российской Федерации. Я вот буквально недавно посмотрела фильм «Морфий», жуткая совершенно, конечно, картина, но у меня остались вопросы. Вот человек сделал один раз укол, потому что он заболел, второй раз он попросил уколоть, я не очень поняла уже для чего, и получается, что с второго укола произошла вот эта зависимость. Ну, мне кажется, почему люди попадают в это? Они ведь все абсолютно уверены в том, что с ними-то этого не случится. Конечно. А все-таки каким образом происходит эта зависимость? Можно как-то объяснить, что по-другому не будет, будет вот только так и никак иначе? Вы хорошо очень сказали, что вы не поняли, зачем он сделал второй укол, потому что в зависимости-то он попал после первого укола. Первого. Понимаете, он укололся, и все, и человек сразу стал зависимый. Может быть, это случается и не с каждым наркоманом, кто кому-то достаточно одного укола. А вот сейчас на фоне вот этих вот, значит, синтетических наркотиков, здесь уже мы говорим однозначно то, что однократное употребление этого наркотика формирует психо-физическую зависимость с первого раза. Понимаете, кто-то может быть употребит там наркотик два-три раза, но тем не менее, вот поскольку это вещество психоактивное, любое психоактивное вещество вызывает у человека зависимость. Любое, неважно, что это, алкоголь или там растительного происхождения наркотика, или синтетический, она формируется. И у каждого индивида она формируется, соответственно, индивидуально. Вот то, о чем мы говорили, кто-то сразу, кто-то там чуть попозже. Поэтому, ну, безусловно, это будет однозначно. Однозначно. И уже вернуть, вот хорошо Марат Махмудович сказал, то, что какой-то там относительной социальной активности. Ведь он прав, по сути-то, да. Сделать человека таким, как прежде, ну, не удается, к сожалению. И вот я всегда разговариваю с своими пациентами, говорю им об этом, что, понимаете, ну, надо жить всю оставшуюся жизнь, понимая то, что ты бывший наркоман. Соответственно, имея вот для своей внутренней ограничения. Понимаете, человек уже будет находиться всю оставшуюся жизнь в таких вот довольно жестких рамках. Он будет понимать, что ему этого нельзя, да, то, что ему нельзя, там, допустим, где-то там... Надо отказаться от любого вообще психоактивного вещества. От себе опасность. Да, и от алкоголя, и от никотина, собственно говоря, ну, от любого. То есть вот жизнь человека меняется, абсолютно меняется. Это стоит довольно больших усилий, прежде всего, для самого зависимого человека. И возвращаясь к моему вопросу, то есть мысль о том, что один раз, два раза и ничего не случится, это иллюзия. Это иллюзия, да. Абсолютно ошибочная мысль, да. Артем, я попросила бы вас рассказать свою личную историю. Понятно, что делиться этим мало кто желает, но, может быть, хотя бы для того, чтобы кто-то смог остановиться еще в полшаге. Ну, моя история началась с того, что я попробовал травку. Покурил травку, потом уже, как говорится, начал общаться со взрослым кругом, там пошли наркотики. Ну и попробовал один раз, один раз ничего не будет. То есть такими словами мне предложили наркотик. Героин. Попробовал один раз и начал употреблять его. То есть моментально я на следующий день пришел опять же к старшим и начал употреблять наркотик. Сколько вам было лет? Мне было 22 года. Свой общий стаж моей наркозависимости, это полтора года. То есть употреблял полтора года. Потом обратился в реабилитационный центр к нашему президенту организации, к Николаю Леонидовичу. Он начал свою деятельность в Перми, с Белгородским монастырем, с настоятелем монастыря, отцом Дорофея. И прошел у него, пробыл у него три месяца, после чего поверил в себя, что я отрезвел и покинул организацию. Артем, а вот тот период, вот эти полтора года, вообще вот вы его вспоминаете или пытаетесь вычеркнуть из памяти, что это было на самом деле? Нет, вы не вычеркнете из памяти. Эти полтора года были самые страшные не только для меня, а для всех окружающих людей, даже незнакомых людей. Кто находился рядом со мной, у всех были беды. У моих родных, у моих друзей, у моих знакомых. И за эти полтора года я опустился уже до аморального. Меня не впускали ни домой, никуда. Все мои общения с друзьями прекратились. Меня избегали. Я лично не считал себя, что я зависимый человек. Я считал, что это нормально со мной. Это они не правы в этих ситуациях. Вот, как раз хотела спросить у вас. Наверное, самое сложное человеку признать то, что да, я наркоман. Вообще это возможно? Вообще признать собственные болезни, это, безусловно, очень важный этап. К успешному лечению и реабилитации. Но аназагнозия, она свойственна людям, вообще всем, в большей части заболевшим, любыми заболеваниями, в том числе соматическими. Но в наркомании алкоголизм проявляется наиболее ярко. Разумеется, все они считаются абсолютно нормальными. У всех есть своя история, почему они начали употреблять наркотики. Причем эта история чаще всего иллюзорна. Она оправдывает их употребление. Чаще всего это люди, да это всегда люди, живущие, по большому счету, в иллюзиях, которые активно против жизни своим родным и близким. И, в принципе, когда, если удается сделать так, чтобы они признали свою зависимость, свое заболевание, это первый шаг в выздоровлении. Если этого сделать не удалось, если человек лечится под давлением окружения, то и социумом, родных и близких, но не признает себя заболевшим, то толку, в принципе, от него нет. И помадет он в ближайшее время. Алексей Васильевич, почему Вы сказали, что совершенно точно человек не может всю жизнь жить и до старости быть наркоманом, что срок жизни у наркозависимого ограничен? Что происходит в организме? Почему наркотик убивает организм? Во-первых, это естественные последствия интоксикации, поскольку наркотик – это токсичное вещество. Идет отравление, ну, страдают практически все органы и системы в организме человека. Потом, что случается, как правило, гораздо чаще, человек, употребляющий наркотики или злоупотребляющий алкоголем, он же находится вот в этой вот среде и попадает очень часто в угрожающие жизни ситуации. Это несчастные случаи, это какие-то катастрофы, очень много самоубийств, потому что люди находятся в депрессии практически постоянно. Поэтому, ну, вот судьба зависимого человека, она, как правило, печальная. Люди не доживают до старости. Я сейчас хотела бы, чтобы мы с вами посмотрели небольшой сюжет, для того, чтобы перейти к дальнейшей теме нашего разговора. Вообще почувствовала, что жизнь моя кончилась. Все, кончилась жизнь, и все. Никакого просвета не было. Только одни думали о том, что как, чего, что дальше будет. Вот она пришла ко мне однажды, начала денег просить. А я ее, понимаете, вот взяла веник в руки, веник. Прям ее нахлестала, тому не пустила. Сказала, иди где хочешь, там. Все, больше я не могу. Иди как хочешь, так и живи. Ой, она ушла. А я чуть не умерла после этого. Моя дочь наркоманка. Признаться в этом даже самой себе казалось невозможно. А жизнь превратилась в бесконечный кошмар. Наташа просила деньги на дозу, получив отказ, исчезала в неизвестном направлении. Валентина Григорьевна не спала, металась в квартире, не зная, откуда придут известия. То ли из морга, то ли из милиции. Плакала, плакала. Сижу и думаю, господи, ну если ты есть, ну подскажи мне, какое-то решение мне подскажи. Пошли мне какие-то мысли в голову, чтобы, ну как-то полегче мне было. Это, в общем, фрагмент из большой работы. Но вот вопрос, в семье появился наркоман, и что делать с этим? Как много людей задают его себе, наверное, никто из нас на этот вопрос ответить не сможет. Можно только представить. Но близкие, столкнувшись вот с такой страшной проблемой, они чаще всего не готовы. Ну, к этому трудно быть готовым, в принципе. Ну, вот самый оптимальный вариант – это свое время начать терапию, лечение, объединиться всей семье в плане решения этой задачи, беды этой проблемы. Ни в коем случае не угрожать, не скрывать, не делать из этого семейную тайну, какой-то секрет, а просто лечить человека, стараясь его мотивировать, разумеется, и исключить ему доступ к деньгам, к тем моментам, которые могут провоцировать его на дальнейшее потребление или комфортное потребление. А вот как много разных реакций родственников вы видели? Вы знаете, реакции отличаются между собой, разумеется, но, в принципе, незначительные. Обычные крики, истерики, паника. Попытки решить это все как-то кулуарно, то есть, обращаясь, опять же, повторяюсь, к различным деятелям, безуспешные, разумеется. А периодический момент того, что не верят в обещание наркозависимого или любого алкоголика, о том, что он прекратит, самообман, соответственно. Ну и в итоге они все равно обращаются, конечно, в нормальное учреждение для получения нормальной, адекватной терапии, лечения. Артем, вы сказали, что вот у вас желание вырваться из этого круга сформировалось. Сформировалось ли оно при поддержке близких, или это как-то иначе произошло? Как семья, какую роль сыграла в этом? Ну, моя семья очень сыграла такую сильную роль. Отец начал заниматься мной. Вся семья, отец, мать, то есть, они во все пошли организации. А вы помните их первую реакцию? Первую реакцию, помню, я, у меня отец заплакал. То есть, это вот, я видел единственный раз, когда у меня отец, это вот слезы его. У него была паника, истерика, и все. Больше ничего. И начались, они начали предпринимать, делать. То есть, обрубили меня от всего, от мира, от денег, от телефона, от всего. Начали со мной, то есть, работать. Отправили меня, вот, в Пермь. Первая ихняя, вот, такая подальше. То есть, вы можете сказать, что благодаря родителям именно, вот, вы и справились? Бросил? Нет, это первые шаги ихние. Это, слава Богу, благодаря, бросил тому, что это, это Господь Бог. То есть, это вера в Бога и православие. Мы сейчас говорили и несколько раз употребляли бывший наркоман, бросил и так далее. Вообще, такое понятие правомерное? Я разумею, конечно, конечно. Вполне вероятный исход это выздоровление. Ну, так скажем, мы вообще как-то наркологи, вот, слово выздоровление говорим не всегда. Мы говорим ремиссия, то есть, период воздержания. И вот, длительность этой ремиссии, она может быть, как и совсем маленькой, так и пожизненной. Собственно говоря, и людей, которые выздоровели, которые вернулись, вот, в нормальное общество, которые заняли в этом обществе довольно ответственные, такие, вот, серьезные позиции. Я бы, если назвал вам некоторые фамилии, вы бы мне, наверное, не поверили. Понимаете, очень много выдающихся, достойнейших людей попадают вот в эту вот зависимость. Алкогольную, наркотическую, неважно. Но они находят в себе силы, ну, с помощью, конечно, вот, очень редко бывает, чтобы человек сам вот смог решить эту проблему. Практически никогда такого не бывает. Медицинские работники, какие-то вот организации, занимающиеся там ресоциализацией, адаптацией, семья, в первую очередь, очень важная позиция семьи. Вот в этом сюжете была озвучена, ну, показана такая довольно решительная позиция вот этой мамы. Взяла веник, выгнала из дома. Это шаг. Это очень сложный шаг. Вот на этот шаг идут очень редко, к сожалению, родственники. Чаще бывает такое, что человек становится созависимый настолько, что он проживает всю оставшуюся жизнь вот со своим зависимым родственником и как-то вот пытается ему помочь. Ну, такой пример, он, казалось бы, на первый взгляд, вообще уму непостижимый. Вот лежит человек в наркологическом диспансере, приходит мама спасить моего ребенка, он у меня погибает. Он героиновый наркоман, у него гигантская доза, надо что-то делать. Положили его в больницу, мама через два дня идет и приносит ему в больницу наркотик. Понимаете? Потому что он маме сказал, если ты мне его не принесешь, я лечиться не буду. То есть он манипулирует. Единственное, что умеют делать наркоманы, в совершенстве владеют манипуляцией своими родственниками. Они идут на все, на обман, на уговоры, вызывают чувство жалости, что угодно, лишь бы заполучить вот этот наркотик. Поэтому позиция родственника, позиция близкого человека, она должна быть жесткой. Жесткой, но, разумеется, конечно, в рамках разумного, потому что нельзя выбросить умирающего человека на улицу. Надо как-то, вот можно обратиться. И нельзя отрицать вот это, на первом этапе увидел человек, возникли опасения, возникли подозрения. Обратитесь к специалисту. Это не страшно. Пришел человек, никто без согласия пациента человека на учет не поставит. Это невозможно. Понимаете? Нужно добровольное согласие, полученное в письменной форме, только тогда. А вот получить консультацию, зачастую анонимную консультацию, подсказать, куда надо пойти, где помогут, где там проводятся группы для созависимых, где проводятся группы для зависимых, где есть анонимное лечение, где есть качественная реабилитационная помощь, где есть качественная ресоциализация. Это все в наших силах, и мы можем помочь. Мы знаем, как это сделать. Вот вы правильно сказали. Слава богу, кто-то идет к специалистам, обращается, кто-то к знахарям, кто-то еще куда-то. И в том числе идут люди к вам, Артем. Ну, собственно, их выбор, их путь такой. Скажите, пожалуйста, за те годы, что вы работаете, за те истории, которые вы видели, как много людей все-таки способны справиться, вырваться? И если можно, может быть, в процентном соотношении, или кто-то возвращается, или кто-то уходит, не выдерживает, как это бывает? Ну, в процентном соотношении я не могу сказать вам. Ну, вообще, человек, у нас вот программа окончания, например, я вам уже расскажу, что человек, когда заканчивает программу, он продолжает активно с нами общение. Общение и приходит уже к какому-то приходу храма. То есть он уже дальше продолжает ходить в храм, общаться с ребятами. Или остается у нас же в фонде, и продолжают вести работу с наркозависимой. Закончив школу равных консультантов. Ну, то есть вы не можете сейчас сказать, что 50% справляются, 50% нет? Ну, примерно хотя бы, чтобы... Ну, вот, давайте я скажу за наш именно центр, 40% я могу сказать, что ребят, которые продолжают сейчас здесь работать с нами, в городе Самаре, сотрудничать и ведут здоровый образ жизни. Неплохой показатель. В общем-то, обычно речь идет где-то о 15-30%. Вот смотрите, вот у Артема в центре работают не медики. То есть там не происходит никакого медикаментозного лечения и так далее. Вы вообще признаете существование структур, которые тоже стремятся в этом направлении работать и как-то людям помогать? Это эффективно. Поэтому это должно быть. Слава Богу, что есть вера. И на самом деле, наверное, вера способна помочь справиться и выйти из любых ситуаций. Не у всех она, к сожалению, есть. А что бы еще, уже в завершении нашей программы, вы могли сказать, что все-таки еще необходимо? Чтобы, ну, хотя бы верить и понимать, что с этим можно справиться. Чтобы не казалось, что эта ситуация совершенно безнадежна. С этим можно и нужно справляться. Но в первую очередь, безусловно, необходимо обращаться именно к специалистам. Работать не только с самим зависимым, но и со-зависимым, и с родственниками, с окружением. Потому что это очень важно. Да, перестать поддерживать наркомана или алкоголика, перестать играть в те социальные игры, которые они навязывают окружению. И тогда действительно можно справиться и говорить о ремиссии. В определенном случае бесполезно. Я нашла в интернете, ну, наверное, много таких ресурсов. Ну, называется сайт бывших наркоманов. И вот такая фраза меня просто, мое внимание сегодня приковало, можно сказать. Пишет кто-то один из бывших. Нездоровое общество порождает нездоровых членов этого общества с глубокими внутренними проблемами. Довольный своей жизнью, нравственно здоровый человек не станет наркоманом. Это факт. Согласны, Артем? Нет, не согласен. Потому что эта проблема такая может взяться с первого потребления, опять же, случайно. В любой семье, в любом обществе? В любом семье, в любом обществе. То есть у меня в семье никто абсолютно не употребляет даже алкоголь, табакокурение и не знает, тем более, что такое наркотики. Я занимался спортом все свое время, учился в институте педагогическом. Кто знал? Все вокруг, мой круг общества был абсолютно все спортсмены и хорошие ребята, даже которые не курили. Так что это... Понятно, что в рамках одной программы глубоко поговорить на какие-то темы вряд ли нам удастся. И будем считать это таким вводным циклом. Я очень надеюсь увидеть вас еще в нашей программе. Может быть, поговорим на более узкие темы. Чем все-таки, по вашему мнению, мы должны были закончить сегодня? Сказать о том, что вот конкретно в данном случае, вот конкретно вот в отношении этого вида заболеваний, гораздо проще предотвратить заболевание, чем его вылечить. Не стоит экспериментировать, не стоит рассчитывать на чудо. Не поддаваться ни на какие провокации абсолютно, ни на какие соблазны. Потому что чудо не произойдет. И не читать интернет. А и все-таки обращаться к специалистам. Это мне. Нет, это не вам. Вообще, очень многие люди грешат тем, что пытаются лечиться, либо чем-то информация с интернета, ресурсов. Не все из них адекватны. Многие из них представляют себе поток сознания просто. И это примет с сегодняшнего дня. А некоторые откровенно опасны. Потому что запутывают людей. Очень искусно это делают. Спасибо большое за участие в нашем программе. Можете себе всегда, пожалуйста. Многие из нас не верят, даже не допускают мысли, что их близкие когда-либо будут употреблять наркотики. Однако реальный мир показывает иную правду. И сегодня никто не застрахован от этой беды, которая может незаметно, но стремительно ворваться в жизнь вашу, ваших родных и близких. Будьте готовы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова